Хлеб по социальным ценам появится в магазинах Хабаровского края. Решение было принято во время заседания антисанкционного оперативного штаба краевого правительства. Сейчас в профильном министерстве решают, какие именно виды хлеба будут продавать по сниженным ценам. Подробности в репортаже Анастасии Привецкой. Цены на хлеб в Хабаровском крае после введения первых санкций отдельные производители подняли на 2%. И рост продолжается. При этом, по данным Росстат в Хабаровском крае, хлеб дорожает быстрее, чем в среднем по стране. Рост у нас в основном связан с повышением цен на муку, потому что у нас мука 100% завозная, в край она не производится. В том числе с удорожанием стоимости логистики. Чтобы сдержать рост стоимости хлеба для покупателей, производителям компенсируют часть затрат на производство и доставку хлеба и хлебобулочных изделий в магазины. Хабаровский край на эти цели из федерального бюджета получит более 10 миллионов рублей. На заседании оперативного штаба краевого правительства, краевой Минсельхоз заверил, что производители получат деньги в ближайшее время. Кроме того, решено определить два вида так называемого социального хлеба, который можно будет купить в магазинах без торговых надбалок по себестоимости. Какие виды хлеба определим? Наверное, батон и еще какой-то хлеб, да, Мария Юрьевна? Договорились? Тогда Минпромторгу и главу муниципальных образований такое поручение даю. В целом ситуацию на рынке продовольствия и товаров первой необходимости в Хабаровском крае региональное правительство оценивает как стабильную. Для удержания цены продукта питания, Краевой кабинет министров продолжает заключать соглашения с предприятиями торговли в районах. Сдерживать цены на ряд социально значимых товаров уже согласились 789 магазинов в Хабаровском крае.